По версии следствия, 5 августа 2018 года четверо приятелей устроили застолье. Затем молодые люди решили искупаться. Они вызвали такси и приехали на берег реки Аки, в поселок Новоселки Рязанского района. Двое поспорили на 10 тысяч рублей, что один из них сможет добраться до противоположного берега и вернуться обратно, выплав из-за течения дальше от места их отдыха. Однако, в связи с тем, что все были в состоянии сильного алкогольного опьянения, потерпевший не точно понял условия спора, а именно то, что обвиняемый сказал переплететь реку с таким условием, чтобы его не снесло течением. Ну и в последующем потерпевшего снесло течением, он проиграл спор, однако на тот момент, не понявши судьбы конца, у него возник конфликт. В процессе этого обвиняемый нанес несколько ударов, в том числе и головы, и причинил средне тяжелое здоровье потерпевшему, а именно сломал челюсть. В конфликт вмешался общий знакомый, который решил пересечь драку. Обвиняемый, владеющий приемами рукопашного боя, ударил его в том числе по голове. После этого пострадавшего госпитализировали в больницу, где он скончался от полученных травм. Особенность как раз данной травмы заключается в том, что потерпевший получил на месте телесное повреждение, дошел до больницы своими ногами, однако в связи с тем, что прогрессировала соответствующая опухоль, в последующем она перелага к его гибели. На расследование уголовного дела потребовалось достаточно длительное время, потому что следователям пришлось проверить следующую версию. Обвиняемый с защитником указывали на то, что виноваты в смерти потерпевшего не действия подзащитного и обвиняемого самого, а именно действия врачей. В связи с чем была назначена длительная, сложная, комплексная судебно-медицинская экспертиза, на которую был поставлен ряд вопросов, в том числе и по дефектам оказания медицинской помощи погибшему. После получения данного заключения было установлено, что надлежащим образом была оказана медицинская помощь погибшему. В связи с чем каких-либо дефектов и в действиях врачей какие-либо преступления установлено не было. В ходе следствия мужчина не признал себя виновным, выдвигая различные версии защиты. Уголовное дело с утвержденным прокурором района обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.